Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли и актерского мастерства. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин представляет ресторан La Caffè de Beauty, творческой студии позитивного мышления, а также сериал. Можно ли стать греческой самоковницей, когда тебе почти 50? Греция. Ну да. Греция, жди меня, и я к вам прилечу. Что показывает у меня Яндекс? Сейчас посмотрим. Такой ранний подъем. Сегодня у нас 23 января. Такой ранний подъем. Ну, полчетвертого утра, это даже не 5 часов утра, это полчетвертого, так что вот утра, такой ранний подъем. Вы, наверное, думали, что, так скажем, буду я читать книгу Роберта Стоуна, Небесная 911, про волшебный город, про ключи волшебного города, про храм, мудрости. Ну, Татьяна Салмановна, хозяйственный вопрос, хозяйственный вопрос. Так что, душ я уже приняла, такое шот-шот видео засняла. Теперь хозяйственный вопрос. Помыть посуду, помыть раковину, приготовить свежие хлебцы, замесить, приготовить свежие хлебцы из пшеничной муки. Как я в прошлый раз сказала, овсянка, это, как там, это, как называть, перловочка. У меня сварена перловочка, готовлюсь такие хлебцы из перловочки. Так что, вот, замесить, пожарить хлебцы из перловочки. Ну, горох у меня сварен, так что, вот, разогреть пюре из гороха, навести порядок на столе. А, еще поставить в стиральную машину, стирать мои вещи. Так что, вот. Ох, немножко, это у меня такой компьютер заснимаю, снимаю моим ноутбуком такая подставочка. Такая немножко подставочка там. Ну, если вы видели, я ставлю, знаете, мой ноутбук на такую штучку, подставочка. Это вообще такая, какое-то проветривание покупала. Ну, и с другой стороны, чтобы так это, чтобы это можно было делать видеосъемку, ставить на различные, так скажем, поверхности. Так что, вот. С вами я. Хотела сказать специалист в области позитивной психологии. Кстати, смотрите мое почти там, сколько там, 2 часа, 50 минут видео, которое я тут засняла на днях. Так что, вот, рассказываю о себе. Так что, вот, вы, наверное, поняли, что это даже больше, чем специалист в области позитивной психологии. Это даже больше. Вообще, я хотела такое сделать, как я там это сказала. Показывать часть моего этого видео. Наверное, слишком, слишком, как там, слишком long заснимать 2 часа, 2 часа и 50 минут. Вот, слишком, наверное, долгое видео. Все-таки тоже думаю, что как-то нужно таким, каким-то таким форматом возвратиться. 8 минуточек позитива, 8, 18, 28 минут позитива со мной, Статьяна Салмановна и Мактун Сайфудин. Так что, вот, это я о чем хочу сказать. Это о том, на самом деле, что первый фильм, который я посмотрела, когда началась перестройка, шум говорила. Такой, можно сказать, эротик, да, потому что по телевизору ничего такого не показывали. Это можно было только посмотреть в таких кафе, заплатив деньги по телевизору, там посмотреть фильм. Я смотрела на проспекте Майорова, это Вознесенский проспект сейчас, да, вот, угол Гражданской улицы Вознесенского, там был такое, такое кафе, где, в общем, это, да, показывали греческую смоковницу, этот фильм, который сейчас можно посмотреть. Знаете, как изменились времена, когда это было? Так что, вот, это было столько-столько лет назад, это было больше 30 лет назад, это было, наверное, 32 года назад, не больше, не меньше, 32 года назад я посмотрела этот фильм «Греческая смоковница». Ну что, у меня немножко так, немножко долго загружается, включаю я, ну, включу на меня компьютер, немножко долго загружается интернет, просто хочу немножко такие отрывочки показать. В принципе, я буду, там, в процессе съемочки моего сериала показывать тот фильм, мы, в общем, рассуждать на эту тему, в рамках моей творческой студии, вообще об этой удивительной девушке. Ну да, конечно, знаете, она вот так вот, как-то показывая, такая, ну, знаете, без комплекса, можно сказать, молодая, симпатичная, с красивой достаточно фигурой, и, в общем, там, путешествуя, делая свои такие записи, заметки, как она уехала, познавать жизнь, и, в общем-то, как это очень интересно, очень интересно, здесь такие путевые, делая путевые заметки, в общем, и, в общем-то, вот там, путешествуя среди прекрасных, прекрасной погоды, гор, и, в общем, как там, яхты, как она, в общем, могла зайти в этот, на эту пристань, присмотреть себе яхту, вернее, владельца яхты, как интересно на фильме, да, показано, посмотрела, что такая яхта, там такой молодой человек симпатичный, и он вышел куда-то там по делам с этой яхтой, вот. Ну, она сразу смыкнула, молодой человек, молодой, симпатичный, при яхте состоятельный, так что, вот, я путешествую со своей такой сумкой, он сразу туда, туда, на эту яхту, такая яхта небольшая, такая, типа лодка яхты, такие, ну, такие небольшие яхты, я вам покажу этот момент, вот, и он сразу туда, на свою сумочку, и на эту яхту, и вниз, туда, вниз, он отчалил, и был такой сюрприз, он, он входит, а она там такая, ты знаешь, такая нимфа, такая нимфа, такой сюрприз для мужчины, так что, вот, так она появлялась неожиданно в этих, в жизни этих мужчин, а потом она, в общем, как-то так проводила, в общем, как-то достаточно, ну, можно сказать, знаете, такой, можно как-то это по-другому, как-то достаточно негативно назвать, вы поняли, да, но фильм очень интересный, и она, в общем, на самом деле, ну, в общем, так, в общем, так, в общем, да, и показано, что так она их покидала достаточно так же неожиданно, как в их жизни, в принципе, появлялась, так что, вот, и шла, как бы, вот дальше, в общем, такой, в общем, фильм, вы поняли, да? Какая, можно сказать, девушка, девушка без комплекса, вот, а это же актриса, вы поняли, да? Мы же говорим не о реальной жизни, дорогие друзья, это нужно понимать, в общем, интернет, интернет открылся, это нужно понимать, мы говорим с вами не о реальной жизни, мы говорим о фильме, а это значит, понимаете, она вот в таком фильме снялась, и топлес, и как она там вообще гляком в этом, в этих морях плавает, так что вот, ну, не будем забывать, что ей, возможно, там 17-18 лет. Это значит, это кремление. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...